Ряд и целый комплекс мероприятий по подготовке подвижного состава в зиму. Полностью тестируется и обслуживается оборудование, переводится, как называемый, зимний режим. Полностью проводится проверка отопительных систем, климатических установок. Ряд подвижного состава у нас оборудованы уже климатическими установками, климатическими режимами поддержания температуры. Для этого организован целый ряд технических мероприятий в рамках проведения осеннего комиссионного осмотра. Осенний комиссионный осмотр у нас проводится с 1 сентября до конца октября. За этот период времени в данные регламентные работы должен пройти весь подвижной состав. Настоящий момент подходит к концу октября месяца. Комиссионный осмотр идет по графику. Фактически осталось 5 электропоездов готовить остальные электропоезда. Прошли домой в подготовку и комиссионно сданы в рамках технической готовности представителям как компании-перевозчика МТППК, так и техническим специалистам дирекции предъявленного приемщика локомотива и комиссии самого ДПП. Какие именно недостатки были выявлены и что сделано для того, чтобы устроить электропоезда? Основной проблемой по работе прошлую зиму явилась работа сервоприводов. Комиссионного оборудования не выдерживали крайне отрицательных таких температур. Объяснялось это рядом системных недостатков. До того, что последние годы зима в этом регионе нас убаловала, таких крайних температур не было. Поэтому пришлось доработать технологию обслуживания непосредственно сервоприводов, полностью пересмотреть систему, не систему, а карту применения смазочных материалов и уплотнительных манжетов для гарантированного обеспечения устойчивой работы данной аппаратуры. Ну, может быть, какую температуру они сейчас способны выдержать? Значит, теперь, ну, в принципе, любой подвижной состав обязан выполнять свои функции для температуры минус десятых градусов. Ну, в силу того, что таких температур никогда в данном регионе в последнее время не было, поэтому непосредственно проверки на такие крайне отрицательные температуры не проводились в этот год. В этот год работа оборудования, согласно переработанных технологических карт, полностью рассчитана на температуру до минус десятых градусов. В свете этого, помимо коммуникационной аппаратуры, дополнительно проводятся проверки систем отопления, ввиду того, что предполагаемых возможностей работы в наиболее, скажем так, в контенсивном режиме для поддержания комфортных температур в салонах поездов, даже при наружных температурах до 50 градусов. Также, значит, отдельно разработаны и внедрены мероприятия по поддержанию туалетных комплексов, потому что в туалетных комплексах у нас применяется при их работе вода, поэтому, когда на улице такие крайне отрицательные температуры, то вынуждительно применяют дополнительные меры по внедрению системы обогрева, чтобы исключить размораживание туалетных комплексов и создание комфортных условий для проезда наших пассажиров, несмотря на температуру от наиболее шоу. Спасибо.